What the fuck? Я не буду этого делать, не трогай меня, синий говнюк! Ааа, что за хрень? Какого чёрта здесь происходит? Ребятки, присаживайтесь поудобнее и готовьте штаны на замену, потому что... Кое-кто хочет с нами сегодня поиграть. Но на самом деле весь ужас будет даже не в том, что кое-кто хочет с нами поиграть, а в том, что сегодня мы с вами отправляемся в школу, а точнее в Академию МО. Да, это у нас очередной хоррор в Роблоксе, в который многие из вас просили меня поиграть. И прежде чем мы отправимся в один из этих автобусов, давайте мы выберем себе роль. Здесь есть роль студента, абсолютно бесплатная, есть роль богатея, за которую мне дадут больше денег, есть доброжелательная роль, которая будет лечить других, есть атлет с бейсбольной битой, есть школьный клоун с рогаткой и трудяга с усиленным лечением. Я могу быть школьным клоуном, сколько это будет стоить? 500 робуксов! А сколько будет стоить стать богатеем в таком случае? А ну-ка! 250 робуксов атлетам? Офигеть не встать! У меня нет таких средств, знаете ли, огромных. Атлетам за 450? Ладно, я буду бесплатным студентом, без проблем. Буду последним учеником здесь есть, замечательно. Мы с вами отправляемся вот такой вот компанией в новую академию получать знания. И почему-то меня сразу смутила надпись «Ментальное здоровье снизу». Добро пожаловать в школу! Нажимай, чтобы взаимодействовать с предметами. Так, окей, я могу открывать шкафчики и собирать из шкафчиков различные предметы. К примеру, кофеёчек. Ага, окей, я нашёл кофе, непонятно зачем. Здесь есть кабинет математики. Я пока не совсем понимаю, в чём смысл этой игры. Мне писали, что здесь есть какой-то аниматроник. Я думал, что это будет игра по типу «Петина Чейз Фредди». Я нашёл целую кучу предметов. Возможно, мне нужно ими пользоваться, так как моё ментальное здоровье скоро брейкдаун сделает. Так, как пить кофе? Ага, я выпил кофе, и моя металочка восстанавливается от этого. Да, моя металочка восстанавливается. Давайте восстановим её на максимум различными бананами, различными меткитами. Опа, почему все игроки подсветились? Ааа, потому что я могу их лечить. Хистери-класс и стартинг. Так, давайте бежим в кабинет истории срочно. По дороге ещё жрём яблоко. Сожрали яблоко. Так, я могу усесться? Ага, я сел. И, видимо, должен обучаться истории. Как весело. Let's go, Rabbids. Возможно, это и есть тот самый кролик Мо. Тот самый аниматроник, который будет за нами гоняться. Ооо, я могу ещё эти штуки открывать? А ну-ка, подождите-ка. И что внутри будет? И внутри у нас ничего не будет. Зачем мне дали подсказку взаимодействовать с этим, если внутри ничего не было? Хотя, возможно, вот здесь что-то будет интересное. Welcome to history-класс. О, кофеёк. Что здесь делал кофе? Я должен учиться, чтобы повышать свою менталочку. И действительно, она у меня восстанавливается по чуть-чуть. А, так зачем я хилки различные ел? Боже, вот так легко я мог восстановить свою менталочку. Боже, что за бред? Ладно, сидим, учимся. Грег вообще очень умный. Смотрите, у него есть синий учебник и лицо, в котором отражаются все знания человечества. Всё, проразвенел звоночек. Я нормально так отучился, нашёл кофеёчек. И теперь мы можем пойти в кафетерию. Ага, замечательно. А что я в кафетерии могу найти? В кафетерии я ничего не могу найти. Мне нужны деньги, деньги, чтобы покупать кофе. Не, ладно, это нормально, это нормально. Но где мне взять деньги? Я не вижу денег. О, ещё кофеёчек. То есть, получается, эти штуки обновляются. Давайте мы ещё раз всё посмотрим. Я ещё в конце видел какой-то новый кабинет. Я в него ещё не попал. Он был у нас открыт. О, яблочко замечательно. Я пока не буду себя лечить. Оставлю хилки на потом. Вот, это у нас спортзал. Что за спортзал? Здорово. Нужно 20 баксов? То есть, я должен был донатить, чтобы пройти в спортзал? Ну, там был у нас режим богача какой-то. Ридинг класс и стартинг. Это у нас вот этот вот класс. Пока что игра выглядит немного странновато. Это какой-то симулятор школы. Хотя мне писали, что это хоррор игра. Пока что ничего страшного здесь не происходит. Хотя, может быть, мне нужно присматриваться к вот таким деталям. Боже мой, это хомячок в клетке. Я выпустил хомячка из клетки зачем-то. Окей. О, деньги. Я нашёл деньги. 5 долларов. И нашёл немного чикина. Это просто замечательно. Сейчас я буду здесь обучаться. Эй, я могу играть с ним. И, возможно, мне это будет восстанавливать менталочку. Нет? Дамочка, что за паркур ты здесь устроила? Сядьте, пожалуйста, за парту и не мешайте другим ученикам. Вот. Вот он мой синий учебник. А, они уже восстанавливаются. Так, я тоже хочу восстанавливаться. Почему они восстанавливаются, а я нет? Вот здесь нужно сидеть. Эй, ребята, это не честно как-то. А, всё, я восстанавливаюсь. Так, менталочка потихонечку, очень прям потихонечку восстанавливается. А что вот это вот за штука? Вот вторая вот. Видите её? Видите, да? Я не знаю, что это такое, но мне очень интересно. И меня прям очень сильно смущает это Даса. Даса, ты меня отвлекаешь от учёбы. В принципе, уже звонок прозвенел. Могу сваливать. Класс закончен. Школа окончена. Просто идите к выходу. Всё? Это такая простая игра. У меня на неё ушло буквально 5 минут. Это чё, какая-то шутечка? Может, я чё-то забыл сделать? А, смотрите, они не могут выйти. А почему вы не можете выйти? А ты не забыл про детеншена? Это, видимо, класс для тех, у кого плохая успеваемость, если я правильно помню. В смысле детеншен? Я видел детеншен класс. Он у нас находится вот здесь где-то. Нет, чуть дальше, значит. Это самый последний класс. О, кстати говоря, в классе с компьютерами сидит какой-то мужичок. Подозрительный мужичок там сидит. И, возможно, там у нас есть деньги. А здесь есть деньги. Здесь никаких денег нет. Детеншен. Да, действительно. Это у нас какой-то непонятный класс с детеншеном. Давайте мы посмотрим, что здесь у нас происходит. Ага, здесь у нас есть банан. Банан — это просто замечательно. А это что такое? Я могу с этим взаимодействовать. Студент Fox Neo. Detention Tuesday for skipping class. А, меня оставили в этом классе. Это типа внеклассные занятия из-за того, что я пропускаю занятия. А почему я пропускаю занятия? Я здесь до самого вечера сидел. Из-за того, что я пропускаю занятия. Кто-то смотрел аниме в классе. Серьезно. Кто-то рисовал на столе. Кто-то переписывался. Кто-то дрался. А кто-то списывал. Охренеть не встать. А, мне нужно сидеть тихо. Там было написано. А что это за учебник такой? Ам, Tale of the Psycho mascot. История о психобате. Маскоти? Чего, блин? Какой черт здесь происходит? Это у нас как раз таки Мо. Тот самый аниматроник. Давайте мы лучше будем реально сидеть тихо. Хотя нет, я не могу сидеть тихо. И я думаю, где же учитель? Возможно, мы теперь сами по себе. Кстати говоря, было написано, что игра будет с переводом. Но никакого перевода я не вижу. Здесь какая-то странная книга на столе лежит. Давайте-ка мы прочтем ее. Давайте-ка. А здесь прям полноценно мы будем ее читать? Или это какой-то приколдесс? А ну-ка, как ее прочитать-то? Не могу ее прочитать. А, вот, сейчас мы будем ее читать. Прикольно. Слушайте, что-то да начинается. Реально, книга. Так, давайте мы ее прочитаем. Момаскот любит играть. О, тут даже картиночки милые есть. Теперь школа окончена. Конец дня. Боже, как мило. Время, когда студенты отправляются домой. Но только не мы. Нет, 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 нет. Но Момаскот остается и, так сказать, бздит. Также остаются ученики, которые плохо себя ведут. И Мо закрывает двери, чтобы они не сбежали. Чего, блин? Студенты бегут. Это будет нелегкое путешествие для них. Но никто не спешит от Мо. Какая-то хреновая книга. Мне не понравилось. Это дизлайк определенно. Кстати говоря, если вы до сих пор лайкосик не поставили, обязательно поставьте. Иначе в вашей школе, в вашем классе тоже будет Мо. И это все слухи об этом злобном Маскоте. На самом деле его не существует. Ну да, конечно. Ой, я могу залезть на ручку. И все. Я могу отправляться домой. Ничего страшного здесь не произошло. И в шкафчиках тоже нет ничего нового. Что на самом деле странно. Но я думаю, я что-то мог пропустить. Давайте мы перепроверим на всякие пожарные все шкафчики. Возможно, мы должны смотреть на другие кабинеты. И там будет Мо сидеть. Хотя нет. О, выход у нас закрыт. Мы сейчас будем искать гребаные ключи. Но это уже классика. Так, нам нужно найти три ключа. Почему я один? Почему они все такие медленные? А где ключи-то искать? Я же все шкафчики открыл. А, все шкафчики закрылись. Эй, я не могу пройти обратно. What? Происходит. Игра зависла, что ли? Я не могу выйти. Их всех сюда телепортировало. Мистический дверь закрылась. Да, да, мистический. Интересно, кто же это сделал? Ну не аниматроник же Мо. А, Мо спрятал три ключа в локерах. Давайте мы найдем их, чтобы сбежать. А он нас, видимо, будет преследовать во время всего этого добра. Ну окей. Три шкафчика, три ключа. Ничего сложного, хотел я сказать. И тут везде лазеры. Какого черта? Почему аниматроник не выпускает нас домой? Мы после занятий посидели, отучились. Вот я пропускал занятия. И в принципе я отучился. Он справа сидит. Вы видите этого уродца? Он сбежал. Блин, это страшно. Что-то мне прям реально стрёмно стало. Я надеюсь, в этой игре не будет скримеров, потому что Грег не любит скримеры. Давайте искать ключи. Ребята, что-то вы ключи не ищите. Я на самом деле хреновый паркурист, но я попробую. Так. А! 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 Минус-менталочка! Зелёный ключ! А-а-а! А-а! Какого черта? Здесь ключ. Я собрал зелёный ключ. О май гад. То есть нужно аккуратно открывать эти шкафчики. Синий ключ. Так, остался последний ключ. Боже, а как я должен догадываться, что он там? Минус-менталочка. Завтра нужно будет её опять восстанавливать. Да почему? Почему я в одиночестве открываю все шкафчики? Так, здесь никого нет. Здесь никого нет. Ага, вот здесь мой сидит. Я мог определять. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй определять, где он сидит. Ещё менталочка. Так. Так. Всё, я нашёл все три ключа. Идём домой, ребята! Срочно! Домой! Бежим! Давайте я, может быть, яблочко съем. Да, я съем яблочко, чтобы успокоиться. Я всё задел, что мог. Но я собрал все ключи. Один я! Вы вообще мне не помогали, понимаете? Никакой помощи от вас не дождёшься в этой школе! Так, просто сваливаем. Менталочка у меня на половинке. Всё нормально. А чё вы за кустами спрятались? Погнали домой. Я всё собрал. Всё? Я иду домой? Всё так просто? Кто-то помер. Не, ребят, до свидания. Всё, до свидания. Я в эту школу больше не вернусь. Так, сейчас я маме наберу. Алё, маманя, ты не поверишь, что со мной сегодня произошло в школе. Там такое было! Мама определённо у меня предательница, потому что... Good morning! Добро пожаловать в, мать его, эту поганую школу с этим поганым аниматроником. Вот мать пожалеет, когда он меня сожрёт, или когда у меня крыша поедет, Потому что менталочка моя страдает определённо в этой школе. Здесь ещё и никаких хилок теперь нет. Я в первый день все хилки использовал. И 20 долларов у меня нет. И денег нет. Вообще ничего нет. Как я должен попасть сюда, если я не могу даже задонатить на деньги? Понимаете, это какой-то бред. Окей, какой у нас будет класс сегодня? Тут жалко, что нет каких-то мини-игр. Вот очень не хватает мини-игр. Компьютерный класс. Это у нас вот здесь. Это замечательно. Если бы были мини-игры, было бы гораздо круче. Так, давайте-ка мы посмотрим. Ага, здесь ничего нового. Я могу пользоваться здесь компьютерами. Ну, давайте мы попробуем использовать компьютер. Чё я должен буду делать? Red, yellow, green, blue. Эээ, musical lockers. Green, green, green. Эээ, окей, я запомнил. Green, green, green. Good job! Yellow, blue, yellow, blue, green. Окей, не сложно запомнить. Я всё запомнил. Раз, два, раз, два, три. Good job, деньги дали! Так вот, как запоминать. Green, yellow, yellow, red, yellow, red. Так, green. Эээ, green. Yellow, yellow, red. Yellow, red. Ай! Время вышло. Я менталочку, наверное, подорвал. Минус пять менталочки. Нужно сидеть восстановить её. Так, восстанавливаемся. Почему не восстанавливается? О, всё, восстанавливается. Ох, слава богу. Но я заработал пять долларов. И я больше не могу играть в эту игру. Но я лох, да. Я не запомнил. Но там чё-то какой-то перебор. Сначала первый уровень был экстра простой. Второй уровень был чуть-чуть. Вот прям чуть-чуть посложнее. А последний вообще непроходимый практически. Если прям не сидеть, секунд десять не разглядывать. Но так как мне нужно одновременно комментировать, запоминать и всё это делать, это сложновато. Я отучился, и нас двое осталось. Трое! И последний вообще не в классе! Какого чёрта? А здесь точно ничего нет? Окей, здесь точно ничего нет. Может, я рядом с ним сяду? Ой, чё это было? Видели? Что это за хрень была? Надеюсь, это был немо. Я всё, я менталочку восстановил. Отпусти нас, пожалуйста. Я хочу домой! Отпустить меня, пожалуйста, домой хочется! Вот так факт. Теперь я учитель. Как-то долго здесь на самом деле идут уроки. И менталочка у меня восстановлена хотя бы немного. Класс закончен. Ничего нового здесь не появляется. Ланч скоро начнётся. Это опять мне нужно в кафетерию. Никто не может сюда пройти, потому что... Нет! У него было 20 долларов? Эй, чел, принеси мне что-нибудь оттуда. Мы не можем туда пройти. Может быть, я могу стать каким-нибудь хулиганом и отжимать деньги у других учеников? Но в кафетерии мне делать нечего. Там всё слишком дорого. Здесь кофе стоит 6 долларов, а у меня всего их 10. Вот что это за хрень такая жёлтая? А, сыр! Я могу купить себе сыр за 10 долларов. Нет, спасибо! Как-нибудь обойдусь без сыра сегодня. А где они берут вот эти вот предметы? Они что ли донатят на них? В самом начале нужно было задонатить. Так, день у нас окончен. Мы сидим в кафетерии. Окей. И чё? Зачем вы меня здесь заперли? Чё-то я вот этого вот не понял сейчас. Давайте посидим. Возможно, менталочка будет восстанавливаться в кафетерии. Да? Нет. Сейчас мол вылезет. Да? Сейчас будет что-то страшное. Не верю я, что всё будет хорошо. Так. Это хулиганы! О, нет! Это футбольная команда. И капитан выглядит злобно. Чё-то ему уже не нравится. Да, я могу просто сбежать. Да потому что там у чуваков хотя бы есть какое-то оружие. Эй! Кто-то украл что-то из моего шкафчика. Теперь вы все заплатите за это! Короче, это обыкновенный школьный хулиган. В бестиарии школьных хулиганов их называют мудак. Так, а мне драться нечем. В смысле? У всех есть оружие? А, нет. Только у одного чувака есть оружие. А как? А как мне драться, да? Или может быть вот этой штукой драться? Нет, это не то, что мне нужно. Они гонятся за мной, а я даже драться не могу. А в смысле? А как? А почему? Так, чувак, давай я тебя подлечу. Чё-то его там сильно бьют. Так, я его подлечил. Замечательно. Ну, хоть чем-то я помог здесь. А что будет, если он помрёт? У меня же нет никакого оружия. Вы заметили, да? Мячик? Эй! Что за хрень? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, всё нормально, перепрыгиваю, перепрыгиваю. Ну, чувак мощный, видимо, не первый раз играет в эту игру. Всё нормально. Главное бегать. А реально, может быть, я могу чикен макнаггетсом драться? Да нет, не могу вроде как. Но это жёстко. Мне нужно найти где-то оружие. А почему в этой игре нет оружия? Может, я наверх заберусь? Нет, наверх забраться нельзя. Аккуратно. А что мне делать-то, я понять не могу. Просто, видимо, ждать. А, оказывается, я мог всё это время в него стрелять. У меня была ручка. Тьфу ты, блин. Какой абсурд. Бред начинает тоже сражаться. Я только что три минуты просто бегал от него. Хотя я мог сражаться. Вот это, конечно, бред нечитаемый. Так, давайте мы уничтожим его приспешника для начала. А потом уже будем сражаться с ним. Я-то думал, что я просто буду бегать вокруг. Так, давай, минус приспешник, минус приспешник. Меня, кстати говоря, практически ни разу не задели. Всё. Давай, чувак, мы вдвоём справимся. Давай, 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 давай. Причём ему нужно подходить в упор. А, он сломал свою монтировку. То есть теперь только я буду сражаться. Чел, прости. Возможно, он обиделся и показывает своё недовольство. Типа, значит, я здесь полчаса в одиночку сражался. А, нет, вот всё. Он взял монтировку. Давай, 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 давай. Вперёд, вперёд, вперёд. Я тебя подлечил. Прости. Я не знал, что я могу стрелять. Но на самом деле это имба. Потому что ему нужно подходить в упор к этому хулигану. А мне не нужно. И всё. Мы, в принципе, его практически победили. И причём я его размотал. И этот чувак пришёл с монтировкой и такой, это всё я. Я здесь самый крутой. Это было близко. Но менталочка моя не сильно пострадала. Теперь, видимо, мы пойдём на уроки восстанавливать нашу менталочку. И где-то нужно ещё достать 10 долларов. Потому что без долларов вообще жить как-то не очень. Вот чуваки там нашли монтировку. Мотематика начинается. О нет, там будет моти-мотичка. Нееет, мы пришли к моти-мотичке! Кстати говоря, аптечка здесь многоразовая. Нет, нет, я не хотел. Я не хотел кушать. Боже, я только что столько хилок потратил. Так вот, где оно было. Я нашёл. Хаммер. Серьёзно? Сейчас-то он мне пригодится. Ладно, у меня ещё есть кофеёк. И давайте я чувака подлечу ещё разочек. Всё. Не за что, братан. Не за что. Let's go rabbits. У нас появляется надпись. Мы устанавливаем менталочку. Больше я аптечкой пользоваться не могу. И мы вдвоём остались, представляете? Вдвоём вместе с G-B-I-I-G-I-G. Класс моти-мотики закончен. Математичка, наверное, нас как раз-таки отправит в класс детеншн, потому что она нас не любит. Не ведитесь на её милое лицо. И всё, день закончен. И сейчас нас опять отправят в детеншн класс. Я прям уверен. Почему шкафчики пустые? Где мне ещё денег взять? Почему во время математики нельзя было какие-то предметы поразгадывать? Ой, а ты не забыл про свой детеншн класс? А где мой друг? Дружище, где же ты? Друг. А, он, видимо, сразу побежал в класс детеншн, потому что... Знал, чем пахнет дело. А дело пахнет жареным. Интересно, чем мы будем заниматься этой ночью? Я надеюсь, что мы не будем разбирать различные ключи. Опять одна пустота вокруг. Одна депрессия. Ладно бы нас было восемь игроков, как это было изначально. Но шесть игроков отправились прямиком на тот свет во время этой игры. Садимся. И я чё-то один. А может, там чё-то обновилось? Может быть, мне сменили наказание? Нет, причина за то, что я пропускаю класс. И вот, посмотрите. Из всех этих игроков остался только чувак, который списывал. Но он, в принципе, всегда адаптируется. И я! Грёбаный Грек! Ой-ой-ой-ой. Надо усесться, а то мало ли сейчас опять у меня менталочка пострадает. Мы сидим здесь уже восемь часов опять, уже стемнело. Чувак тоже уселся. Давай проверю тоже, не добавилось ли предметов каких-нибудь новых. И завтра последний день! А, серьёзно? Так просто? А сейчас-то я могу выбраться? Чё-то дверь закрыта. Мы сидеть должны, типа? А куда чувак делся? Чувак вышел! Я остался здесь в одиночестве! Я один должен выживать против грёбаного аниматроника Мо в этой школе безумия? Серьёзно? Мо, наверное, бродит сейчас по коридорам. Нам нужно избегать его. Нужно найти альтернативный способ выбраться отсюда. Давайте я просто разнесу окно и выйду. А, окно закрыто. Может быть, это окно открыто? Нет. Может быть, это окно открыто? О, серьёзно? Сработало? Я разбил окно? Вот это я умный. Так, давайте-ка мы покатаемся на лошадочке. Давай-давай-давай-давай. Ееееее! Хорошая идея. О, я ещё и менталочку восстанавливаю. Не, видимо, везде нужно немножечко походить, чтобы восстановить менталочку. Давайте мы на качелях покачаемся. Ещё здесь менталочку восстановим. Скиданы деньги. Веселье! Блин, на самом деле, это очень атмосферно, когда вы уходите с уроков на какую-нибудь детскую площадку и просто кайфуете и развлекаетесь. Может быть, мне нужно ещё съехать, чтобы восстановить менталочку? Ееее. Плюс два. И ещё разочек. Еее. Ещё плюс два. И ещё разочек. А у меня менталочка уже на максимуме. Вы видите? Ну, всё, в принципе, замечательно. Можем отправляться домой. Потому что, ну, через забор перелезть несложно. Нужно только немного попаркурить. Хотя вокруг тёмный, страшный лес. Мы учимся в грёбаном лесу. Вы себе представляете? Какая крипота. О, мы в окне. Надо спрятаться. What the fuck? Какого чёрта? Блин, здесь нет скримеров. И грань такая страшная, но очень атмосферная. Привет, студентики. Я надеюсь, вам понравилась вчерашняя охота. Как насчиталось, чтобы поиграть в прятки сегодня? Я там во время для начала. Маленький синий ублюдок. Беги, написано. Так, бегу. Сюда. Боже. Теперь это побег полноценный. То есть сначала мы искали какие-то ключи. Теперь бегаем. Игра очень разнообразная. Я теперь понимаю, почему все советовали в неё поиграть. И вайпл этого побега на самом деле прямо как у копиплейтайм. Так, там вылезло. Нужно следовать за стрелочками и быть повнимательнее. В принципе, побег очень лёгкий. Но на всякий пожарный нужно быть внимательнее. Потому что сейчас какую-нибудь стрелочку пропущу. И мне будут кранты. Чё, долгий побег на самом-то деле. И он реально бежит за мной. Прямо как грёбаный Хаги-Ваги. Запрыгиваю сюда. Куда дальше-то? Ой-ой-ой-ой-ой. Какой-то лабиринт. Я ненавижу лабиринты. Я ненавижу грёбаные лабиринты. Хотя, это был не лабиринт. Всё нормально. Успокоились. Боже. Как он бежит-то страшно. А если он меня догонит, это всё? Это габелла? Всю игру с самого начала проходить? Я не хочу всю игру с самого начала проходить. Я не буду этого делать. Не трогай меня, синий говнюк. Не трогай меня. Отстань. Так, я куда-то укатываюсь. Я укатываюсь на улицу. Прямо в лес. А он где? Ого, я могу смотреть под карту. Всё, убегаем в лес в одиночестве. Так это дальше начнётся другая игра по типу Фореста. Там ведь в лесу тоже какие-нибудь каннибалы будут. Мо, кстати говоря, за нами не пошёл. Мы просто убежали в лес. В одиночестве. Ночью. А мы школьник. Это ужасная идея. И мы появились опять в школе. Да это какая-то шутка. Ой, здесь есть какой-то ученик. Но здесь нет игроков. Что здесь происходит? Be careful, здесь какие-то... А, это хулиганы. Так, я должен драться с хулиганами теперь. А ну-ка стоять. Не приближаться. Не двигаться. Я должен избавиться от хулиганов теперь. Так, я избавился от одного хулигана. Может быть в шкафчиках появилось что-то новенькое. Так, ещё один хулиган. Видимо, теперь я должен избегать хулиганов. О, он такой, давай драться. Ну, давай драться. Ого, ну ты крутой. Прям почти попал. За два метра у тебя тактика бесконтактного боя была. Ещё один хулиган. Но у меня имбовая способность стрелять издалека. Они ничего не смогут противопоставить мне против этой способности. Так, может быть всё-таки будет что-то в шкафчиках? Нет, в шкафчиках абсолютно ничего нет. И какой следующий урок-то будет, я не понимаю. Или есть ещё где-нибудь хулиган? Может быть я этому в рожу плюну и он меня пустит? А ну-ка давай, пускай меня, говнюк. А я не могу в него стрелять. Боже мой, какой класс у нас начинается. Надеюсь, что не компьютерный. А, история. Ну там мы просто восстанавливаем менталочку. Хотя, может быть здесь будет что-то интересное. Ну хоть что-нибудь. Ну хоть какой-нибудь предмет. Ну хотя бы одна хилка. Ну хотя бы пять долларов. Вообще ничего здесь нет. Это какой-то ужас. Ладно, сиди, мучимся. О, экзамены за последнюю неделю. Давайте-ка посмотрим. Я получил двойку! Я потерял менталочку из-за этого. Это что, какая-то шутка? Я же на все занятия ходил. Ни одно занятие не пропустил. Давайте мы плюнем в учителю в лицо. Держи. Говнюк несправедливый. Я все занятия, все занятия посидел. Все домашние задания выполнил. Буду плевать тебе в лицо. Плевать мне теперь на тебя и твою школу и твои занятия. Опять грёбаные хулиганы бродят. Мы должны идти в кафетерию. Мне кажется, мы должны победить хулиганов. Потому что если мы их не победим, следующий скрип не активируется. Давай, давай драться. Давай, вперёд. Опробуй мне что-нибудь сделать. Э, один на один давайте выходить. Чё это вы толпой на меня собирались нападать? Эээ, только only one versus one. Давай, падай тоже. Ай, чёрт, он по мне чуть не попал. Следующий урок у нас начинается. И посмотрите, как цены поднимаются. Там теперь чикины за 14 долларов продаются. У меня даже столько нету. Какой кошмар. При том, что игра уже, наверное, подходит к концу. Она очень долгая. О, я должен что-то смешивать. Пять хорошо, три плохо. Эээ, это порядок, в котором я должен смешивать? Ну ладно, давайте. Зелёный. Эээ, жёлтый. Ау, не понял. Чё это значит? Почему взорвалось-то? Почему минус менталочка? Значит, не в этом порядке? Два. А, может быть. Раз. Два. Да нет. Что? Два, два. Я не понимаю тогда, что от меня требуется. Эээ, как? Как пять? Чего опять-то что? Что за тупая мини-игра? Я понять не могу. Эээ, ну 100% первая же зелёная. Разве нет? Или наоборот, какая-то другая? Я не понимаю, может быть, оранжевая? Потом, возможно... А, три плохо. Это два. Возможно, теперь нужно... Фиолетовую? Ага, фиолетовая. Потом жёлтая! Ээээ, я вообще рандомлю страшно. Синяя? Главное не зелёная. Зелёная я какой-то отстой. Фиолетовая? Нет. Опять взрыв. Я не понимаю. Я не понимаю. Реально не понимаю. Жёлтая. Давайте просто рандом это делать. Так. Красная. Опять взрыв. Ну, минус менталочка. Ну, что поделать? Урок закончен. Я вообще не понял. Если кто понял, напишите мне в комменты. Я реально тупой. Ой, ещё кофе нашёл. Опять грёбаные хулиганы. А, я могу просто ливнуть. Я не должен с ним сражаться. Попробую просто выйти. Так. Ну, хотя немного, немного я в них поплюю. Получи в спину, говнюк. Сейчас мне скажут. А как же последний детеншн класс? Only one left. Окей. Я иду. Без проблем. Останусь я на ваш детеншн. Видимо, опять нужно избавиться от хулиганов. Но игрушка немного однообразная. Будем честны. Кстати, от первого лица играть в неё гораздо страшнее. Я прям реально чувствую себя маленьким школьником. И, ага, теперь они окна заколотили. Так, а может быть здесь что-то новое появилось? Нет, вряд ли что-то новое появилось. Что-то страшное сейчас произойдёт. Последняя ночь. Всегда в последнюю ночь происходит что-то страшное. Окна заколочены. Сбежать я не могу, потому что дверь, скорее всего, тоже закрыта. Добро пожаловать на твой последний день. Пожалуйста, не нарушай школьные правила в будущем. Ну, пропустил я пару уроков. Ну, что такого-то? Ну, чего докопались-то до меня? А, я вообще... Яйцо. Единственный способ сбежать теперь это только грёбаный коридор. Так, там же Мо бродит. Я должен буду от него прятаться, что ли? Будь осторожен. Мо следит. Окей. Если что, я должен прятаться, видимо, в шкафчике. Пока Мо не вижу. Если увижу... Надо прятаться в шкафчик. Надо прятаться в шкафчик. Прячусь. Ага, всё нормально. Шкафчик закрылся. Он проходит мимо, и мы должны бежать к выходу. Так, он проходит мимо? Я не вижу. Я не вижу. Я не вижу. Открываю шкафчик. Я не могу выйти. Я застрял. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Какого чёрта? Всё, вышел. Так, Мо в ту сторону пошёл. Я надеюсь. Я надеюсь, что он пошёл в ту сторону. Да, всё. Он нас не догонит. Он нас не догонит. Если что, буду плеваться в него. Если что, буду в него плеваться. Всё нормально. Менталочка у меня почти на максимуме. Жалко, что я сам себя лечить не могу. Всё. Я пойду домой. Нет! Ну, нет! Что за хрень? Какого чёрта здесь происходит? Не трогай меня. Нееет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. За что? Привет, студиантики. Вы реально думали сбежать от меня. А как не поиграть в последнюю игру, которую я приготовил? Она называется Битва до смерти. Боже, реально сумасшедший аниматроник. Слава богу, в моей школе таких не было. Но там было кое-что похуже. Там была моти-мотичка. Так, буду стрелять в него. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а как в него стрелять-то? Он прыгает. Грёбаный кролик! Ау, как больно. Так я в одиночку не справлюсь. Эта битва рассчитана на 8 игроков. Вы что, прикалываетесь, что ли? Мне даже хилок достаточно нет. А, я-я-я-я-я-я-я-я. Что это было-то? Так, ладно, я буду пытаться изо всех сил с ним сражаться. Окей, всё нормально. Ну, в принципе, боссы в Dark Souls были посложнее объективно. Я победить его смогу, только это займёт много времени. У него много различных атак. Давай. А это что за новый прикол был? Что это было такое? Он залагает, что ли? А, он просто крутится на месте. Так это замечательно. Если что, я ещё могу драться вот этой вот штукой. Ай, вот зачем я решил ей драться? А, я не могу двигаться, пока я ей дерусь. Окей. Вот сейчас он будет выскакивать, и нужно стрелять издалека. По-моему, урона столько же она наносит, поэтому я не вижу смысла. Ай-яй-яй, вот этим всем заниматься. Минус половину здоровья. Ой, это самая лёгкая атака. Я, в принципе, наверное, даже могу подойти и его вот так вот откинать. Давай, 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 давай. Чё, 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 чё урон-то не проходит? Окей. Вот во время этой атаки лучше к нему не подходить. Я в одиночку, в одиночку справляюсь с этим ублюдком. Понимаете, в одиночку все меня бросили, все одноклассники. Почивали, и один я, один я против грёбаного аниматроника Мо. Давай, сваливай, сваливай на тот свет. Ты больше никого не побеспокоишь. Я очищу эту школу. Здоровья у меня ещё много, менталочки много. Всё у меня хорошо. Ой, нет, он опять закапывается. Рядом стоять нельзя, рядом ни в коем случае стоять нельзя. Нужно смотреть, откуда он вылезет. Сейчас вылезет, сейчас вылезет. Так, упрыгнул, всё окей. Но я всё равно потратил здоровье, а вот сейчас нужно его вручную, вручную, вручную. Давай, 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 давай. Немного, немного осталось. Ай-яй-яй-яй, 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 немного менталочки. Давай, давай, всё, я его победил. Всё, улёгся, придурок, а. Всё, всё, минус Мо. Кажется, это конец. Всё, ухожу с молотком. Я молотком забил аниматроника, но в принципе это нормально. Хватит с меня, я ухожу домой. Фух, слава богу, боже мой. Это была такая долгая игра, я потратил на неё 40 минут. Академия Мо. Видимо, это хорошая концовка была. Во время плохой мы бы, скорее всего, отправились на тот свет. Давайте-ка вы напишите впечатление об этой игре в комментарии. Напишите, какие ещё подобные игры есть. Также обязательно поставьте лайкосик под этим видосиком. Подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.